Привет! Привет, красоточка, как дела? Ну, было бы лучше. Если бы? Если бы у нас военные приехали. Так, а с какой целью к вам приехали военные? Рокировка. Рокировка? В шахматы играют? Да. А ты откуда? Что? Ты откуда? Белгород. Белгород. Так, что значит, подожди, не понял. Белгород, военные, что происходит? Красотуля, в чем дела? Смотри, с Украины, с Украины съезжают военные в Белгород, как бы в больницу, в госпиталь. Да. Российские военные. А, все. Смотри. Много раненых российских военных приезжает в Белгород, в госпиталь. Да, и госпиталь находится возле моего дома. Так, и? И что они делают? Они начинают приставать к девочкам. Российские военные, вернувшиеся с Украины, правильно? Да. Это армия педофилов и озабоченных. Ну, сегодня их пиздили на моем районе. За что? За то, что они пристают к девочкам. Слушай, а они не воруют ничего у людей? Не отжимают там, не лопничают? Нет, но в основном только... В основном зажимают возле больницы девушек. Либо же ходят возле жилых домов и, короче, ищут девушек, которые без никого. Слушай, а власти что-то... Одну девочку я спасла. А что-то какая-то полиция, что-то куда-то вы заявляете об этом? Да. Так, и? Ничего не говорят. Ничего не делают. Охуенная у вас страна. Я ебу просто. Не хотите референдум ебануть и к Украине присоединиться? Или хотя бы отсоединиться от России? Или хотя бы от России отсоединиться. БНР ебанете и все нормально будет. Ну, дело в том, что именно мой район, где я живу, улица моя... Не называй, не говорите. Мы уже начинаем с всем советом думать, типа, может быть, ебанку. А что вы не хотите остаться дома и чтобы ваш дом оставался вашим домом? Просто не в России. Нет, не в этом плане. Мы хотели сделать как бы переворот хотя бы в нашем городе. Отлично. Очень прекрасное начало. Может быть, если не пацаны, то хотя бы девочки о чем-то задумаются и что-то начнут делать. Нет, ну, дело в том, что у нас сегодня, реально, я просто смотрю в окно, курю, вижу, военные идут опять. То есть очень часто заходят к нам. Выбегает мой сосед, сбитый. И тупо ебашит их по голове. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!